Парк Восток – один из любимых мест отдыха и семейных прогулок темиртаусцев. Как проходит подготовка к летнему сезону, мы решили узнать у сотрудников парка. Как преобразился парк, видно уже сейчас, но это еще не предел, говорят специалисты. Работы по благоустройству ведутся ежедневно. В рамках масштабного обновления городского парка особое внимание было уделено зеленым насаждениям и созданию комфортных зон для отдыха на природе. По всей территории парка высажены новые деревья, кустарники и цветники, которые создают живописные уголки для прогулок и отдыха. Беседки и скамейки, установленные среди зелени, позволяют посетителям насладиться тишиной и покоем в окружении природы. Мы будем на территории парка создавать несколько фотозон. Первая наша фотозона – это аллея зонтиков. Она была приурочена у нас к 1 мая и на сегодняшний день она создает нам такую красоту. Оформлена она не только зонтиками, но и дополнительно идут у нас гирлянды с вещением. Также на нашей площадке у нас будет организована фотозона, как этнозона. Там у нас будет этническая юрта, несколько моделей из металлоконструкции. Это у нас верблюды, лошади, девушка, богатыри там в казахском стиле они у нас будут. Это одна еще из фотозон. Зона называется зонт. В чем ее прелесть? В том, что молодые люди тоже могут подойти. Также бабушки с дедушкой, когда они ожидают детей, то они могут здесь присидеть, посидеть, отдохнуть. В ночное время здесь есть освещение. То есть такое дает интересный эффект. То есть можно тоже молодым здесь посидеть. Ведется в парке и реставрация скульптур персонажей мультфильмов, которые придают парку уникальный шарм и позволяют посетителям вспомнить детство. Несмотря на опасения тимиртаусцев, три богатыря скоро тоже предстанут во всей карте. Верхний слой, который делали сколько лет назад, он весь, получается, рассыпался. Мы полностью все зачистили, сделали первоначальный слой, грунтовали, потом еще раз слой и опять грунтовка. Потом вот третий слой уже будет окончательный и готовим непосредственно под покраску. Какие-то работы готовы уже есть, можете посмотреть. Вот это еще здесь надо поработать. Видите, вот эти места. Здесь надо будет все полностью бетонировать, потому что здесь на нее дети залазят. То есть они ее разбивают. Для любителей острых ощущений парк предлагает новые аттракционы. Как сообщили сотрудники парка, новые развлекательные зоны включают в себя как экстремальные аттракционы для самых смелых, так и более спокойные развлечения для детей и взрослых. Также пусть жители города Тимиртала, также гости города Тимиртала не думают, что мы весь акцент делаем на парк «Восток». У нас сейчас разрабатывается план мероприятий по проведению различных мероприятий, установка аттракционов еще в нашем парке. Это парк, который находится в старом городе. В этом году мы будем приобретать также еще пять аттракционов. Просто сейчас идут конкурсные процедуры, после завершения конкурсных процедур будет у нас победитель, и победители поставят нам пять аттракционов. Два аттракциона мы установим в парке старого города, и три они будут установлены уже в парке «Восток». Одной из главных достопримечательностей парка является зимний сад. Здесь представлены разнообразные экзотические растения, собранные из разных уголков мира. Большинство растений тщательно подобраны и рассажены с учетом их природных условий обитания, что позволяет им процветать и радовать посетителей круглый год. Изначально, когда зимний сад открывался, были завезены растения с Карагандинского ботанического сада и Салматинского ботанического сада. Растения здесь субтропические, тропические, более около ста видов у нас растений. В этом году еще ложили брусчатку, мы расширили зону для новых растений. Для этого у нас уже растения закуплены. Мы приобрели карликовые бананы. У нас бананы растут, но они у нас сорт текстильный, они, видите, у нас высокие. И у них сорт, они съедобные. Они вырастают где-то до полтора метров, это где-то вот так вот. Кроме растений, зимний сад стал домом для ряда экзотических животных. В нашем зимнем саду есть павлины, дети очень любят ими любоваться. Также у нас есть шиншилла, попугаи, то есть ожереловые попугаи, попугаи-неразлучники, амазонский попугай, волнистые попугайчики. Также у нас есть белочка. То есть с живыми обитателями дети могут познакомиться в любое время. Экскурсии, проводимые по зимнему саду, позволяют не только насладиться красотой, растений и животных, но и узнать много нового об их происхождении, среди обитания и особенностях ухода. В парке также проходят бесплатные спортивные занятия. Каждое воскресенье с 8 до 9 утра занятие йогой, с 10 до 11 зумба. В вечернее время всех желающих ждут на творческие вечера и дискотеки. Токжан Сагимбекова, Дархану Тимуратов, Новости Тимиртау.